Пять лет назад певица Ольга Алмазова в соавторстве с забайкальской поэтессой Еленой Стефанович взялась за написание патриотических песен, посвященных военному лихолетию 40-х годов. Это творческое сотрудничество привело к возникновению фестиваля под названием «Песни Победы». Фестиваль проводится уже не первый год. Место его проведения – Поклонная гора, Музей Великой Отечественной войны. Ежегодно на фестиваль приезжают ребята более чем из 30 регионов страны. Помимо песен со сцены звучат стихотворные произведения, исполняемые юными участниками. Песни Победы помогают заявить о себе и начинающим авторам, таким как наш земляк Дмитрий Чебанов, знакомство с которым у организаторов этого фестиваля произошло на другом марафоне – «Города России». Совсем недавно начал писать песни, 60 лет всего, если это можно сказать. Я с большой гордостью, конечно, участвовал сегодня в этом концерте. «Города России» подружили устроители фестиваля «Песни Победы» и с нашим телеканалом. Спасибо тем людям, которые организовывают такие мероприятия. Ольга, это вам, это вам, Михаил, организаторам этого замечательного концерта, за то, что они дают возможность нашим детям выйти на эту сцену и спеть о войне. В рамках фестиваля выступали номинанты конкурса «Скрепичный ключ», проводимого телеканалом «Видное ТВ». Я вижу почтальона, я кричу ему в окно, вы не в пятую квартиру, писем не было давно. Мы очень рады, что подключаются различные проекты к нам, различные партнеры приходят, в том числе и телеканал «Видное ТВ». Мы очень благодарны руководству телеканалом за то, что они пригласили нас, экспертами, в их конкурс «Скрепичный ключ». Откуда сейчас участники, вот сегодня была маленькая юный чтец Даша Бунина, маленькая актриса, замечательная. Она, я считаю, очень достойно выступила на этой сцене легендарной. Мемориальный комплекс «Поклонная гора» – один из главных центров российской воинской славы. и тем проникновеннее звучат стихи и песни с этой сцены в дни празднования Великой Победы.